Девушки отдыхают На вид почти игрушка. Что она против настоящих мотоциклов? Единственное, что настораживает, за рулем чемпион России по питбайку Павел Войтов. И вот звучит сигнал на старт, и с первых секунд наш герой вырывается в лидеры. Все не поняли, что это такое у него, почему он не работает, не рычит. Мы говорим, это электрический мотик, и сейчас мы покажем вам, как он едет. И, собственно, на старте мы показали, как он едет, и ребята, и зрители все просто такие, чего вообще это было? Очень круто было. Этот байк до сотни разгоняется за 4 секунды. Зверь, хотя абсолютно бесшумный. Ведь вместо ревущего двигателя внутреннего сгорания здесь электромотор особой конструкции. Вес всего 6 килограммов. За основу взят авиационные двигатели. В общем, в принципе, авиационные двигатели, которые на моделях, они обеспечивают неплохие параметры, в том числе массогабаритные показатели. Но у них основные проблемы какие? То, что они могут выдавать эти мощности, но в течение короткого времени. Плюс они не могут работать без обдува принудительного. Если авиамодель запустить на месте, через 15 минут мотор сгорит. Здесь этого не происходит благодаря двухконтурной системе воздушного охлаждения и контроллеру. Если температура поднимается, электроника немного сбрасывает обороты. Система позволила довести КПД до 95%. Лучшие зарубежные образцы показывают максимум 87%. Управление здесь намного проще, чем на обычном мотоцикле. Включаем питание, дальше выбираем режим. Ну, здесь три режима. Значит, вот газ, тормоз и тормоз задний. Всё, можно потихонечку нажать на газ, и он поедет. Совершенно спокойно. Всё, давай, газ. Сейчас работает самый спокойный режим. Он предусматривает плавный старт и скорость не более 40 км в час. Но даже при таком ограничении чувствуется мощь. Кажется, дашь чуть больше газа, и слетишь с мотоцикла. А ему от этого точно ничего не будет. Нечему ломаться. Включая руль, всего четыре вращающиеся детали. Вот этот мотоцикл, он эксплуатируется уже в течение года именно на кроссовой трассе. Это грязь, это вода, это падение постоянное. За год не было ни одной поломки. Хотя это даже не серийный образец. Первая же серийная версия должна выглядеть примерно так. Аппарат ещё мощнее предшественника. За счёт сразу двух моторов. Аккумуляторы литий-полимерные. Двухчасовой зарядки хватит на 200 км. А стоить, по прикидкам, машина будет около 150 тысяч рублей. Аккумуляторы литий-полимерные. Продолжение следует...